Если вы хотите узнать то, как будет выглядеть новый спидометр на проекте Arizona RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед, перед, перед всем этим Arizona, Rollieplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, в котором уже более 120 участников. Поэтому заходите туда, подписывайтесь, там будет выходить вся эксклюзивная информация, реклама каких-нибудь каперов, возможно будет там выходить букмекеров, возможно. Поэтому, в общем-то, подписывайтесь туда, а также заходите на Arizona Rollieplay Phoenix. Мы начинаем. Старожилы моего канала, хотя, возможно, даже не так. Люди, которые давно за мной следят в каких-нибудь социальных сетях, сферах и так далее. Возможно, даже смотрели мой самый первый канал на ютубе, который начинался с Майнкрафта, а закончился GTA-сампом. Назывался он, если мало ли кто не знает, Задан Семен на английском. То там выходил обзор спидометра на Arizona Rollieplay. То есть, это был, знаете ли, такой метамодернистический видеоролик из постироничного юмора. И вот я бы хотел сделать еще подобный видеоролик, но каких-то, знаете ли, событий, случаев и всего прочего не подворачивалось вот для меня удобно. Для того, чтобы я все это мог сделать, как вы понимаете. Потому что спидометр на Arizona Rollieplay сначала поменяли на какой-то новый, а потом, в общем-то, его брали обратно почему-то. Но обзор я успел записать, и его вы сможете посмотреть на моем канале под названием Задан Семен на английском. Если он там еще остался, я не знаю, есть он там, нет его. Но то, что там 100% есть, это сампо-обзоры первого сезона. Поэтому, если мало ли не смотрели и не понимаете вообще, что такое сампо-обзоры, почему это культовая видеопередача на моем канале, то досматривать, ой, блядь, то переходите на мой канал Задан Семен на английском по ссылочке в описании, чтобы там вот все это прям, знаете ли, было в максимальных вот этих вот всех делах и неделах тоже. В общем-то, ладно, давайте мы будем вот, знаете ли, без всего этого все это делать. Поэтому, ладно, ладно, все, с этим все понятно. То есть спидометр был, и вот, видимо, Arizona Rollieplay на своих вот этих вот, знаете ли, новых серверах, или там, знаете ли, на старых серверах, они как бы, ну, как бы вам сказать, они добавляют новый спидометр, который вы можете увидеть на скриншоте вот прям вот где-то вот сейчас вот. Не особо понятно, что там за вот эти вот, знаете ли, дебаг вот эти вот все функции и так далее, но что я могу сказать? Если это, знаете ли, новый интерфейс Arizona, который будет доступен только в лаунчере, то как бы мне, знаете ли, очень даже нравится все это. Потому что, ну, вы посмотрите, как все это выглядит в такой, знаете ли, единой стилистике Arizona RP. То есть, если мало ли кто-то не знает, примерно вот таким же образом выглядит лаунчер Arizona RP. Ну, то есть, вот, какие-то такая, знаете ли, палитра цветов, такая, знаете ли, красно-синяя, как будто бы какие-то, я не знаю, полицейские машины из Нью-Йорка. И вот мы можем видеть новый спидометр, который просто замечательный, который выглядит прям максимально круто. Вот пока что, к сожалению, у нас есть только скриншот всего вот этого, знаете ли, спидометра. И ничего более у нас, к сожалению, знаете ли, нет. Вот, то есть, вот только вот этого, знаете ли, какая-то картинка всего этого. Ну, даже по ней можно сказать, что, в принципе, все это выглядит достаточно неплохо. Однако, Зедан Семен, ну ты вот, ты вообще ебанат. Ну вот как такое, ты просто ебанат натрия, блядь. Ты ебанат углекислого газа, блядь. Ебанат углерода. Я не знаю, как такое, в общем, вот ты, блядь, ты, понимаешь, ты сидишь, блядь, ты позоришься вот чисто. Какие, блядь, обзоры на спидометр, блядь? Что ты вообще такое говоришь, блядь? Что это за говно? Я не понимаю, блядь. Я, блядь, Ярослав Брулев, я, блядь, не позорюсь. И вам, блядь, не советую. А ты, блядь, вот эти вот свои обзоры, сука, на спидометре снимаешь, блядь, потом нахуй наши вот эти вот, знаете, от бомжа до ножа, блядь, не смотрят. Ты, вернее, не, не важно. Пидорас, блядь. Хуила ебаная. Ху, блядь. То есть, опять же, нашлись люди, которым Аризона Ролеплей не нравится по каким-то, там, знаете, или своим причинам, по причинам какой-нибудь, там, я не знаю, допустим, плохой экономики. Хотя экономика, например, Аризона Ролеплей, она одна из лучших, хочу вам напомнить. Поэтому регистрируйтесь на мой никнейм Данте Коннор по айпишнику в описании, и всё у вас будет, как бы, замечательно. Вот, как бы, это лучший спидометр из тех, что вот вообще есть сейчас. Возможно, он как-то видоизмениться, да, вот, со временем. Но, неважно. То есть, то, как он выглядит сейчас, меня это вполне устраивает. Однако, нашлись люди, которым вот по каким-то причинам всё это не нравится. Я не знаю, по каким причинам, а что вообще на них такое нашло. То есть, возможно, они опять вспомнили обзоры Данила Героя на серверах GTA Sampa и решили, что вот, блядь, да, Аризона Ролеплей, это ж вообще, это ж такие пидорасы, блядь. Ну, вот, как вообще можно вот так вот, я не знаю, людей-то обманывать, там, всё это делать. Вот, какие-нибудь, там, я не знаю, Максимы Новиковы в комментариях появляются и постоянно пишут, мол, там, блядь, Стас, у нас вот какие-то проблемы, там, я не знаю, нужно что-то сделать. А нет, у нас всё замечательно на Аризона Ролеплей. Однако, вот, Ричи, как самый настоящий защитник Аризоны, как Аризона-носец, возможно, кресло-носец, даже он сказал то, как должен выглядеть нормальный спидометр на проекте Аризона Ролеплей. То есть, что он предложил? Он предложил сделать следующее, чтобы, когда, там, знаете ли, скорость, ты набирал на машине больше 100 км в час, чтобы, там, знаете ли, на весь экран выводилась надпись по типу, брат, ну, ты куда-то гонишь, тебя мама дома ждёт. То есть, реально, я считаю, что вот это вот оно должно быть вот прям реально на Аризоне Ролеплей. Однако, как говорится, будем посмотреть, а неизвестно, что там будет на всей этой Аризона РП в будущем. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok